Друзья, я хочу вас порадовать, ну и себя в первую очередь порадовать. У меня появился партнер, друг, товарищ, я не знаю, как лучше назвать, компания Евразия Моторс. Теперь эта компания поставщик новых автомобилей для моего канала. Вот, ну вот сегодня мы брали Митсубиши. Здесь у них, кстати, есть Шкода свеженькая, вот обрати внимание. Совсем недавно они стали дилерами Шкоды. Вот у нас, я думаю, что скоро будет Кодиак на обзоре. Митсубиши мы давно хотели взять, мы хотели взять или 200, вот, но я думаю, что это в процессе, в ближайшем будущем. Кстати, ну смотрите, вот здесь такое место прям, прям такое автомобильное. Вот там вот салон Рено у нас находится, вот, вот там вот салон Ниссан, Пежо у нас здесь есть, Шкода появилась, соответственно, Митсубиши у нас есть. Там вот еще один салончик строится, не буду пока говорить для чего он. И там еще позади есть ангары, там продаются БУ-автомобили. То есть вы можете продать свой БУ-автомобиль, в 3D его сдать, вот, и здесь, соответственно, купить новенький, новенькую машину. Кстати, там БУ-шных машин что-то около 500 штук. Представляете, 500 штук. От, по-моему, 100 тысяч и до 2-3 миллионов в ценнике. Вот. Ну так что вот так вот, ждите новостей. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, всем привет. В общем, решили мы заехать в снега, протестировать Митсубиши Аутлендер. У нас сегодня аппаратик 2018 года. Мне не нравится, что за 2 миллиона 100 я покупаю автомобиль, где регулировка рулевой колонки кочергой. Мне не нравится, что нет подогрева задних сидений. Ребята, даже в Патриоте они уже есть. Отлично, что у нас салончик кожа. Но опять же, за миллион, за миллион, по-моему, 600 или миллион 700 мы получаем салон тряпочный. Даже не комбинированный, а реально из тряпки. Двигатель здесь стоит 2,4, 167 лошадиных сил. Мы уже его проверили, машину мы взяли в 9 утра. Машинка просто отлично идет. Именно по ходовым качествам. Но обалденно. Момент еще такой. Почему-то все говорят о шумоизоляции. Ну, может быть, в этой комплектации шумоизоляция она и есть. Но, допустим, в комплектации чуть пониже. Ну, те же двери, но они реально легкие. Здесь вот прям дверь такая, прям массивная. А я пробовал в салоне тоже Outlander. Ну, дверь такой чувствует, как будто бы она сделана, не знаю, из пластмассы или из какой-то консервной банки. Ну, тоже такой нюанс. Хотя за полтора миллиона, за миллион 700 даже, хотелось бы, чтобы уже машина была бы, ну, в какой-то минимальной шумоизоляции. 2.4, ну, мотора реально хватает. Еще у нас есть трехлитровый мотор V6. Там уже, по-моему, ближе к 250 лошадиным силам. Здесь 167. Вот, полный привод. Есть еще двушка и, соответственно, есть передний привод. Ну, друзья, простите, конечно, меня, но на таких машинах имеет только передний привод. Хотя, наверное, может быть, и я к этому скоро приду. Но для меня полный привод – это основа. Ну, и двигатель. Хотя бы от 200 лошадиных сил. Здесь 167. Но, тем не менее, попробовав его сейчас в дрифте, попробовав его немного в оффроуде. Ну, вот смотрите, допустим, вот можно померить. Вот. Как бы, ну, ну, примерно вот так вот скрывает снега. Там было больше. И смотрите, здесь у нас есть вот такой вот органайзер. Кстати, на некоторых комплектациях, которые пониже ранга, можно так сказать, его нет. Ну, я не знаю, нужен он или нет. Тут уже решать вам. Запаска у нас внизу. Скорее всего, вот эта вот штучка. Не знаю, я ни разу не пробовал вытаскивать запаску оттуда. Если, допустим, где-нибудь осенью-то, не дай бог, проколол колесо. Но я думаю, что это муторно. Хотя, хотя здесь она не мешает. Что у нас здесь есть? Вот такой вот, типа, прикуриватель или типа розетки. Давайте сейчас просто посмотрим по цифрам. До задних пассажиров, ну, ровно метр. Плюс-минус. Получается, смотрите, многие говорят, зачем нам здесь подстаканники, да? Там вот есть ниша. Для чего? Ребята, а я знаю, для чего. Когда мы разложим задний ряд сидений, здесь образуется ровный пол. Где-то в путешествиях можно прилечь, можно спать ночью. И для того, чтобы тебе поставить там стакан воды, либо, может быть, бутылочку, вот, пожалуйста. Вот для этого и придумано. Но задний ряд сидений здесь, я думаю, что вообще ни к чему. Давайте сейчас разложим задние сидения. Кстати, они раскладываются у нас, ну, то есть делятся. Ну, вот примерно вот так вот. Не знаю, почему они не до конца. И поднимается ли, а вот это вот не поднимается. И, по-моему, я даже что-то здесь немножко сломал. Ну, да ладно. Ребятки, давайте замеряем до сиденья водителя. 183 сантиметра. Очень неплохо. Здесь, если я не ошибаюсь, 1700 метраж у нас с этого большого багажника. Мне он нравится. Очень высокая здесь посадка. Прямо-таки очень. И, кстати, у нас должны здесь регулироваться, откидываться, точнее, назад кресла. О, ну, вот примерно вот так вот. Сижу сам за собой. 169 сантиметров. Ну, даже здесь, если сядет двухметровый дядя, то места, в принципе, будет достаточно. Такие вот есть кармашки. Вспомни детство. Кто-то забыл. ВАЗ-2108. Хорошая машинка. Мне здесь удобно. Мне здесь хорошо. Ну, вот и он. Митсубиши Outlander. Вкратце, чего у нас здесь есть. Ну, такие вот два подстаканника. И, кстати, больше ниш я здесь не наблюдаю. Вот приходится телефон ложить здесь. Ну, как бы это не самое главное, в принципе. Смотрите по убранству. Руль. Мне он нравится. Кстати, здесь есть подогрев руля. Вот такие вот лепестки. Ну, для тех, кто хочет там подинамичнее. Вот эта вот консоль. Ну, посмотрите. Ну, она классно сделана. Кстати, в какой-то версии, я в салоне видел, она сделана такой, слегка, не знаю, переливается. Какие-то, типа, крапинки-то, снежинки. Ну, очень красиво. Электрический тормоз у нас здесь есть. Подогрев двух сидений. К сожалению, подогрева заднего сидения нет. Экран. Давайте сейчас я запущу. Кнопочка, кстати, здесь старт-стоп у нас есть. Вот, автомобиль завелся. Двухзонный климат-контроль. Вот такой вот красивый экран. Мне он нравится. Все здесь как бы понятно, красиво. Сделан так, ну, скромненько, но со вкусом. Смотрите, вот такая вот кнопка. Ну, решение классное. Никаких тут, не знаю, переключателей где-то здесь. Вот кнопочка. Здесь у нас имеется три режима. То есть, первый режим это, ну, обычно гражданский. Второй режим это у нас автомат. То есть, подключается при пробуксовке. Вот. И, соответственно, блокировка полностью. Вот третий режим. Ну, сказали, что до 100 км в час она работает, потом отключается. Ну, я попробовал. Нет. Работают больше 100. Может быть, так получилось. Смотрите, еще какой момент сегодня был. Кнопка ESP, когда ее отключаешь, я не могу понять, то ли на нее нужно дольше жать, то ли... О, ну, вот буквально, наверное, секунд 20 я на нее нажал, держал, точнее, секунд 20, и ESP выключилась. Ну, как бы это вот для меня важно. Как я уже сказал, подогрев руля у нас здесь есть, подогрев лобового стекла. Это предмаксимальная комплектация. То есть, здесь у нас не хватает вот именно кнопки багажника. И, по-моему, еще какой-то функции. Вот, к сожалению, не помню. Двухзонный климат-контроль. Сиденье класс. Мне нравится. И, кстати, вот подлокотник тоже неплохой. Все кнопки здесь понятны. Регулировка зеркал, там, стеклоподъемники. Это все понятно. Автосвет. Кнопки на руле. Здесь все грамотно сделано. Все удобно. Ну, вот такой вот бардачок. Здесь, кстати, типа под дерево, но смотрится солидно. Кнопка SOS. Ну, в принципе, наверное, по салону все. Здесь есть привод сидений. То есть, только моего. Только водительского. Подушки безопасности. Ну, и, в принципе, все. Друзья, вот я хочу, чтобы вы немножко заострили внимание именно вот на этой части автомобиля. Вот смотрите. Ну, круто ведь выглядит. Особенно мне нравится задняя часть. Вот у Pajero уже не так. У Pajero уже здесь как-то, блин, я не знаю, даже как слово. Вульгарно, что ли. Как-то выйду-то все. А здесь, смотрите, как сглажено все, да. Вот эти вот накладочки на пороге, да. Белый цвет. Теперь обратите внимание на передок. Ну, он просто сверкает. Вот этот вот X, он прям... Да даже пусть это будет не X, пусть это будет просто полоски. Даже не будем мы замечать X. Ну, смотрите, как он классно смотрится. Ну, просто вспомните тот первый Outlander, который был. Я, кстати, на нем ездил. К сожалению, сейчас у нас все стало какое-то однобокое, да. И вполне возможно, что скоро даже вот эта модель, следующий рестайлинг, ну, не дай бог, конечно, а вдруг он будет похож на X-Trail или на Qashqai. Это же все. Все. Ницубиши потеряет свою индивидуальность. Ну, мое личное мнение. А сейчас смотрите. Ну, красавец. Тебе нравится, Андрюха? Супер. Самое главное, вот что я для себя понял. Я всем говорю, что классно, когда есть выбор. Это супер. Вот смотрите, что мы можем выбрать, ну, подобное. Mazda CX. Не знаю, как-то я к ней вообще равнодушен. Именно к CX. Toyota RAV4. Ну, банально, банально. Тем более он угоняемый. Я не знаю, конечно, как этот, но этот, наверное, я думаю, что тоже угоняемый, но не так, как и Toyota RAV4. Ну, Toyota RAV4, ну, там совершенно другой дизайн. А здесь, ну, вы посмотрите. Мне это, я, ну, реально, мне он понравился. К сожалению, мы стали выбирать машины, учитывая их ликвидность, чтобы потом можно было их продать. Но это к великому моему сожалению. Мы покупаем не те машины, которые мы хотим покупать, на которые мы хотим ездить, на которых мы хотим передвигаться, кайфовать, получить удовольствие, возить свою семью, ездить в дальние поездки. Но покупаем другие машины, которые ликвидны, которые, может быть, дешевого обслуживания. Ну, конечно, это основной фактор, но тем не менее. Мы не даем своей душе, так сказать, разгуляться. Мы не даем своим мечтам детским купить ту машину, которая хотелось в детстве. Конечно, многим хотелось в детстве какое-нибудь спортивное купе. Кому-то хотелось купить большой внедорожник. Но тем не менее, если все сложить пазлы именно из детства, то ты получаешь то, что ты хочешь в реальной жизни. То, что ты хочешь. Но не то, что ты можешь себе позволить. С вами был Евгений Филаненко, мой проект Филавто. Всем удачи и спасибо, что смотрели мой канал. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok